Девушки отдыхают 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 кстати говоря. Вот я, как всегда, сраные вороны. Ненавижу ворон. Свет, свет, свет. Бежим туда. Не задерживаемся. Я думаю, до конца совсем мало осталось уже все. Видите? По сути... Ага. Наверное, серии 3-4 осталось. Где-то так вот по моим примерным подсчетам. Уж не знаю. Если я, конечно, нигде помирать не буду по 20 минут бегать, тогда да. Ах, опять. Боже мой, где они тут? Все ушли. Супер. Ой, ой, ой. О, летят, летят. Ага. Давайте, давайте, идите сюда. Так, ладно. Ой, ой, ой. Так, мы тут пришли. Ай-яй-яй. А, ладно. Нет. Ты его видели, а? Нормально вообще. Ну, хорошо, ладно. Господи, он уже на месте разворачиваться, что ли, не умеет? Так, мы все взяли. Хорошо, ладно. Пробуем еще раз. Странно он в себе ведет. Смотрите, даже не сделали вот это замедление и поворота камеры. Потому что мы туда смотрели как раз. Так, все, не задерживаемся, бежим. Ёла-палала, давай. Сейчас нас птицы съедят. Где они, где они, где они? Вон они. Ладно, уходим, уходим. Эть. Ус, коты. Так, пока улетели, бежим. Нам нужно добраться до места крушения. Вот мы почти тут. Так, следы. Нам оставленные. Опять хлебные крошки Гензеля Гретель. Ярко освещена комната туда. Идем. Может быть, мы все-таки их встретим где-нибудь по пути. Они же выжили, судя по всему. Да, они выжили. Они определенно выжили. Бежим к ним. О, отстреливаются, отстреливаются. Целая армия, смотрите, просто. Швыряем. Все, Аллен пришел, всех спас. Он молодец. Ловите, подонки. Зомби какие-то, вот, действительно. Эть. Че ж вы стреляете-то в них, когда они еще готовы? Ла-на-на-на-на. Давай, 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 Сара. Че ж он не умирает-то? Ага. Все, ребят, привет. Вы живы? О, я что-то вижу, я что-то вижу. Хм, охотничье ружье. Берем. Охотничье ружье рулит. К черту дробовик, даже если там больше зарядов. Охотничье ружье лучшее. И у него дальность получше. И мы еще найдем патроны, нечего расстраиваться. Я надеюсь, есть никого. Нет. Хорошо, ладно. Нам осталось теперь только взобраться туда, надо бы дойти до ярко освещенной комнаты. И все будет отлично. Я надеюсь. Так, у нас тут что-нибудь есть? Нет. Ну ладно. Вон у нас как раз это... Щиток. Шутник. О, нифига. Че, устал, Барри? О, далеко. Ладно, настрою. Справимся. Я надеюсь. Наплевать, идем вперед. Там свет вреди. Нормально, нормально, идем. Тихо, тихо, тихо. Бежим, плевать на него, бежим. Че я-то? Бежим к свету, и нормально. Смотрите, он близко. Наплевать, пойдемте. Че? Ты таки, ты фе... А, ну, это мы уже читали. Не говори гоп. Нам нужно подъемник опустить. Ох, не люблю я это место. Как всегда сейчас будет, когда все, что-то делаешь, кто-то тебя прикрывает, они черт знает, как это делают. И он еще такой медленный. Ну, вы поняли, да? Блин. Я сделаю вот так. Я пойду вперед. Давайте. Ага, один готов. Перезаряжаемся. А, ой, спасибо, прикрыли. Че стоять-то, господи, какая разница? Толк-то? Где там этот подъемник-то, господи? Как долго? А, хотя, уже почти. Это точно. Но это ж, Коско, это ж всегда так алым. Ту-то алым. Барри. Все, пришел. Пришел, бежим. Черт, да пришел подъемник уже, пришел. Че он не открывается-то? Открывайся. А, подъемник. О, сейчас убьют, сейчас убьют. Самое последнее. Ага, нет, не убьют. Отлично. Бежим, бежим, ребят. Наплевать. А где кнопка? Ага, простите. Простите. Торможу. Смотрите, она правда на Барри очень похожа. Посмотрите на нее. Посмотрите на... На него. Хорошо. Блин, опять переключается камера. Ну, что ты можешь делать? Окей, окей. Термос. Вот этот термос я, по-моему, не поднимала. Не помню его. Не узнаю я его в гриме. Короче, хорошо. Мы почти добрались. Это уже очень хорошо. Нас трое. О, там свет еще вовсю. Тут ничего нет. Угу. И мы вот тут, да, будем стоять? Пока они там будут в свету? В шоколаде? О, прекрасно. Вот именно этого для счастья нам и не хватало. Ага. Как подняться? Как подняться? Черт. А-а-а. Куда идти? Да ты стебешься? Я не знаю, куда идти. Вот оттуда, наверное, вылетит какая-нибудь обезьяна. Надо. Ну, вот я и сказала же. Ну, да, есть такая штука. Уоп. Так, вон там еще одна. Катушка. О, еще. Вот почему-то вот сейчас, вот именно вот сейчас, я вспомнила. Про Сайлент Хилл. Причем про Сайлент Хилл, которая Риджин. Не знаю почему. Странный у меня ассоциативный ряд почему-то. Я уже давно заметила. Так, отлично. Бежим, не оглядываемся. Нам плевать на все. Нам нужно туда. Алан опять устал. Да что ж он такой? Все-таки Валан Вейкс с Американной... Печально. Алан Вейкс Американ Найтмар... Он бегает намного-намного лучше. Чертовый ворон. Это ж откуда, я не понимаю. Сзади? Отсюда? Где? Ой. Это расточительство, я знаю. Но их как-то очень много. Эть? Ну что, где? Ага. Че, откуда, где? Короче, нафиг бежим. А, вот еще. Ой, тих, 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 тих. Длин, куда бежать-то? Ага. А, я вижу лампочку. Тьфу ты, лампочку, лестницу. Хорошо, нам осталось действительно совсем-совсем немного. Я думаю, возможно, даже в три серии мы уложимся, потому что осталось, правда, мало времени до конца игры. Тьфу ты, лампочку, 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 лампочку. Что было? Все? Да ладно, быть не может. Тьма еще вон вокруг. Вон, 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 я вижу. Нет? А кто там стоит такой? Ага, повылезали. Подонки-то, не отсылка, гулики. Давай. Он не хочет умерзвать, а не хочет. Все. Ой, стоп, 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 стоп. Ну что, кто еще? Вон там еще один, я вижу. Главное, не поломать прожектор. Он у меня в прошлый раз, когда я первый самый раз сыграла, он у меня сломался. Кто-нибудь еще? Нет? Вон там еще что-то было, по-моему. Нет? Да, вроде нет. А, вот, бежи. Стоит только... Ах, ты что ж, ты не хочешь-то работать-то? Стоило только отойти, как вон, побежали. Все, теперь точно все. Печалька. Бежим? Спасибо, что расчистила путь. Тьма. А мы побежали. Ну нафиг этот график. Оу. Напоминает самое начало игры, правда? Теперь бы... Теперь бы... Ой, насколько я помню, здесь очень заморочно от нее бежать, потому что придется вот такими вот огибными путями просто... Ай-яй-яй, пока она там приближается... Ой-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Вот такая вот чертовщина происходит. У нас полос под ног уходит. Непонятно куда бежать. Приходится еще кругами ходить, чтобы подняться наверх, потом спуститься, потом еще какая-то чертовщина, еще камера, полет меняет. Короче, жопа. А, этот, этот, этот. Черт. Короче, ладно. Два раза слева, один раз справа. Запомнили. Бежали. Бежим аккуратнее. Вот этот. Понятно. Не люблю. Вот не люблю это место. Ну ладно, у нас еще есть 13 минут до конца серии. Нормально. Второй раз справа. Слева давай, давай, Алан, давай. Ох, хорошо, все, сейчас контрольная точка скоро будет. Давай, Алан, шевелись. Прошу тебя. Ох, ох. Все, взялась за нас. Может просто. Куда мы бежим-то, я не пойму. Ох, сейчас поймает за мягкое место. А куда бежать-то? Я заблудилась. Ага, вот все. Люблю это место. Ай, давай, Алан. К черту термос, бежим. Эть! Ой, успел прямо в последнюю секунду. Налево, 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 налево. Ой, напряженный момент вообще по-страшному. Сбежать от темной сущности. Ага, попробуйте тут. Да бегу-бегу-бегу-бегу. Бегу-бегу. Ох, зря нельзя-нельзя оборачиваться здесь. Все, бежим-бежим-бежим. Все, мы ушли. У-ху. Фух. Отлично. С ума сойти. Ну, молодец, старушка. Смотрите, вот из-за того, что она много-много-много-много лет вообще этим занималась, мы вообще имеем сейчас возможность добиться хэппи-энда, в общем-то. Вон она, на ком это наша. Супер. Бедная старушка, как она с ума-то... Хотя она сошла с ума, конечно. Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Бегу-бегу. Она заг strange. Она дваждыeee станет зашилу потяну Ebony. Пропортины в его голове. С кликером крепко в его голове, Аллен наконец спит как ребенок. Теперь, почти 30 лет назад, Аллен думал о этом, как он стоял на земле Калдрон-Лейк, кликером в его голове. Он взял глубокий взгляд и прыгал. Моя головка сверла. Я давал кликером к Аллесу, но это было здесь. Зейн это написал в существовании, в истории, которую я написал. Я могу ее сейчас. Я могу закончить это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он хочет меня. Эта история, которую я написал, не спасет Аллес. Это историю хороста. Никто не успевает. Ты знал Зейн! Томас Зейн! Ты женщина Светлана! В песне! Он оставил что-то в задании для меня. Калдрон-Лейк. Аллен думал о этом, как он стоял на земле Калдрон-Лейк. 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 Он взял глубокий взгляд и прыгал. Я могу ее сейчас. Я могу закончить это. Ох, есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прежде чем Алан возьмет таблетки Потому что там пойдет заскриптованная сценка Сцена, вот которую вы видели Записка Томаса Зейна о том, что Алан там кликера своего Щелкунчика от матери получил Я вот после того, как Первый раз сама увидела Это вот в игре при первом прохождении Я подумала о том, что возможно вообще В целом Алан создал Именно Томас Зейн То есть он его написал когда-то Написал его как бы рождение Написал его приход И написал собственно Щелкунчика И написал его как писателя Который вот приезжает Но вот здесь так получилось Возможно он его Специально вот так как-то Может быть это просто не сказано Но это чисто мое предположение Возможно он его написал, чтобы он сюда действительно приехал Чтобы все это произошло Но чтобы в итоге Алан Победил тьму То есть в целом полностью Может быть он даже не рассчитывал Что так получится Но вот там немножко Здесь вообще-то столько Непонятных вещей происходит Непонятно как бы В туалет нельзя сходить как Лукас Кейн Нет? Есть такие какие-то вопросы На которые они не дадут нам ответы Потому что непонятно Был ли Алан сначала Потом он появился каким-то образом Ну вот он просто приехал туда И Томас Зейн вписал каким-то образом Щелкунчика в его детство Вот это очень странно выглядит Мне кажется все-таки Алан Уэйка написал именно Томас Зейн Его рождение, его появление А потом уже как пошло Как говорится Томас Зейн Сейчас мы, кстати, посмотрим действительно это шоу с нашим участием. Как видите, уже распаковано все. Прекрасная картина, кстати. И мы сейчас посмотрим телевизор, и я хочу обратить ваше внимание, если вы смотрели Alan Wake's American Nightmare, вы сейчас можете... Да, мы в курсе. Если вы меня поймете, мне кажется, сейчас именно в этом Тиво шоу мы увидим мистера Скротча. То есть ту часть Alan Wake, которая обычно спит. Это новый книг, The Sudden Stop. Да, хорошая книга. Пошел. Нет, нет, это хорошая книга. Смотри, я буду говорить. Это честно? Нет, но я буду делать это, как раз. Я имею в виду людей, которые мне дают логово на книгах. Я очень busy, но этот, я вообще читал из книг. Я имею в виду, я очень большой фан. Вау, спасибо. Ну, это может быть спойлер для тех, кто еще не читал книги. Безустот на фигуры, две люди, кто еще не читал книги. Но этот последний книг, это все о смерти главного персонажа, т.е. д. Н.Алекс Кейси. Ну, там было много отражения о них. Почему ты убил Кейси? Что ты думаешь, чувак? Безустот на фигуры. Нет, серьезно, но... Семь лет и шесть книг – это очень долго. Он был глупый человек, чтобы проводить все твои работы с работой. И это был хорошим ходом. Но это время для исследования новых вещей. Моя следующая книга – это пройдет от старого для меня. Ты умный бастер, всегда думаешь о себе. Ты, конечно, дали нам много интертеймента в этом году. Ну, что ты говоришь, Кейси был глупый человек. Никогда не было много любви с его любовью, но с женщиной. Что-то авиографическое, в любом случае? Да, безусловно. Кейси-мужицы тянули на него. С Кейси, это все о своей боли. Нет, ничего авиографического о том, что я был счастливым. Моя мужа – это моя мусь. Ну, спасибо. Это очень круто слышать. Итак, как вы думаете, как вы делаете публикатор? Как вы делаете публикатор? Хорошо, хорошо. Но я должен сказать, что я рад, чтобы быть в Нью-Йорке. Ну, ты, конечно, очень много в новой новой. Лучше партейки, и... Уммм... Ты получил в борьбе с аппаратами. О, чувак. Ну, этот человек был действительно в моем лице. Я потерял мою температуру. Я знаю, что это не было круто. Ну, ты не знал, что это температура. Вы узнали его? Вы узнали его? Макс Пейн. Первый Макс Пейн. Поэтs of the Fall, давай. Как вы видите, Алан Мэйк здесь на себя не очень похож. Ведет себя он по-другому. Ведет себя он по-другому. Прекрасная жена. А вот как можно? Вообще, бедная Элис. Вам не хочется ее спасти? Настоящая. Не такая радужная, как прошлая. Что вы думаете, что вы просто написали здесь? Эта последняя пляжа еще в книжке. Я требую читать ее сначала. Все нужно быть просто правильным. Зейн пытался срезать кусочки. И это не закончилось. Ну а может быть и нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok